внимание говорит и показывает санкт-петербург добрый вечер друзья это геннадий орлов мой видеоблог и освещаем второй тур чемпионата россии сезона 19-20 вот сразу вопрос димон королев это злободневная тема первое у него несколько вопросов ну вначале об урале урал впереди зенита сейчас турнира таблицы потому что он побольше голов забил и зенит и урал взяли по 6 очков так вот вопрос об урале насколько хватит его сил ему на лидерство сколько у него сил ну разве можно сейчас это предсказать но все же урал не так укомплектован как те команды которые сегодня выступают в европейских турнирах и сложно будет урала конкурировать за это место в еврозоне сложно но все возможно смотрите они две победы в первом матче они обыграли уфу 32 но уверенно обыграли хотя счет там было уфа была близко во втором матче 3-0 они обыграли ахмат ахмат сейчас крепок потому что он обыграл краснодар и в общем пожелаем только успеха тем более ничего кухарчика приобрели игрока сборной польши полузащитника значит у урала и у парфенова есть хорошие перспективы выступить в этом сезоне ну а далее вы знаете я специально выписал игроков которые мне понравились во втором туре ну естественно вместе со своими командами я считаю что наверно самая яркая игра была вот ну на первое место могут две команды претендовать это конечно ростов и зенит зенит добился победы а зените чуть позже а ростов ну чем мне понравилась команда валерия карпина во первых вот эти три футболиста я их сейчас назову это элдор шамуродов игрок сборной узбекистана 24 года рост 185 сантиметров великолепный нападающий бежит борется за мяч крепко стоит на ногах вот теперь не смысл говорить крепко стоит на ногах вот есть такой футболист игорь сморников но не крепко стоит на ногах любое столкновение он падает вот про таких грязь как хрустальный получает травму шамуродову не сбить и еще в ростове появился мать яснорман который гол забил его нашли в англии но он сам из норвегии ему 23 года он очень скоростной полузащитник он так быстро вот и с мячом так быстро перемещается по футбольному полю что я бы сказал что такого вот полузащитника больше нет наших командах российских сейчас вот такого реактивного который придумывает комбинации и может их и заканчивать эти свои комбинации точными ударами в общем норман хорошее приобретение и конечно возродившиеся и восставшие из пепла ионов он уже и раньше был сборной россии его привлекал черчесов но этот сезон мне кажется он начал как никогда хорошо если бы хотя половину использовал моментов которые у него есть то ростовы было бы сейчас повыше чуть ну а ростовчанам они играли дома с спартаком московскими даже проигрывали 12 и казалось ушли от поражения на самом деле согласимся с валериям карпином который сказал дамы выиграть должны были ну конечно по голевым моментам по остроте в игре почему мне нравится скоростная игра да потому что сегодня это тренд мирового футбола как сборная франции выиграла чемпионат мира потому что она быстрее всех передвигалась по футбольному полю и очень быстро или толмя мяч вспомните гризма на его острые передачи мбаппе которые как реактивные вообще не то что самолета ракета не всех чужим воротам и вот сейчас ростов напоминает эту модель напоминает эту модель у ростовчан конечно немножко в обороне есть проблемы там уход гацкана ну так они и жили хотя он переходит другую команду он еще востребован российской премьер-лиги но уже карпино не нужен это желание тренера мнение тренера и он всегда имеет на это право главный же результат как будет дальше выглядеть ростов ему нужен опорный центральный полузащитник и не один вообще полузащитники нужны да и центральный защитник то есть ростовчане мне понравились мне понравились ростовчане и конечно краснодар краснодар вел 2-0 причем не свойственным вообще для уфа вела 2-0 в несвойственной себя манере забыла прекрасных два гола но затем ошибки и конечно давление краснодара втором тайме краснодар такой штурм устроил причем буфе на его стадионе родном при болельщиках именно уфы и краснодарцы и здесь я бы конечно отметил это тони вилена который забил гол издалека это кстати косяк как говорят голкипер но мяч уже коснулся его руки в воротах чернов а а главный арбитр белинов один белый другой черный вот черный как раз и пропустил шесть мячей за два матча сейчас белинов выйдет у него была дисквалификация которую он получил после игр в этих в матчах которые были ну переходные и он там получил именно два матча дисквалификации первый за грубость там что-то за карточки а второй просто там показал то что нельзя было показывать болельщикам и ему дали два матча за недисциплинированное поведение и вот видите пострадали из-за отсутствия вратаря я считаю так хотя не буду умалять достоинство краснодара волевая победа с 02 отыграться на чужом поле так вот тони вилена он с корнями ангольца голландское у него подданство гражданство двадцать четыре года тоже полузащитник замечательный техничные юрки быстро и юность они тони вилена это вот голландцы ангола и он забил как раз издалека и есть юность нам ли он марокканец да и подданство у него гражданство датское 25 лет вот представляете какие игроки молоды кстати у ростовчан я бы еще отметил александра саблинова который выходит на замену ему 21 год рост 95 сантиметров он мощный ну и самое большое открытие первых двух туров это новый бомбардир чемпионата сейчас у нас три мяча забил александр соболев ему 22 года он родился в барнауле потом был в красноярском енисее потом томь и вот там даже ушел и потом крыльсовет его покупает он дает в аренду опять в красноярский енисей но возвращают и сейчас смотрите два тура и три забитых мяча да какие как он забивает он цска два мяча забил один с игры другой с пенальти который заработал пенальти а сейчас он это бисеклета в падении всего ростом 195 сантиметров надо же такой акробатический прием был исполнен это очень здорово когда он владеет такой координацией с таким ростом парень очень перспективный очень и будем следить за александром соболевым и к сожалению крыль за этом не помогло вот это они проиграли туликам ну и тула тоже заявил о себе хорошо и в общем конечно мне кажется чемпионат у нас будет очень интересный то как начали сейчас все игры команды особенно аутсайдеры они понимают что в первых турах можно какие-то очки найти они их ищут и находят ну и наконец зенит против сочи дождь необыкновенный но поле хорошее 35 тысяч зрителей пришли в сочи и команда сочи это бывшая динамо санкт-петербург усилена игроками зенита и все это против вышло основу состава зенита с огромным желанием ну оказать достойное сопротивление первый тайм был я бы сказал особенно первые 10 минут просто хороши для сочинской команды кстати до дождя это было и они атаковали и бежали зенит немножко начал так пассивно ну хотел оглядеться почувствовать соперника не знает же эти все игроки вроде бы и знакомые но как они поведут игру но затем зенит начал прибирать все к своим рукам и второй тайм конечно уже полное доминирование да и в первом тайме уже больше владения мечом в общем в принципе у сочинцев то и моментов вот были два момента я запомнил это конечно новосельцев бывший зенитовец мог забить правой зоны как раз зона дугласа сантоса но там должен помогать полузащитник еще атаковал оттуда один новосельцев он подключился он защитник центральный и выше ворот а затем полузащитник капитан команды тоже мог забить и тоже опять из этой зоны из левой зоны но на самом деле оборона зенита выглядела уверенно и конечно в каждом матче все равно будет у соперника момент и должен проявлять себя Лунёв большой работы не было но Лунёв довольно хладнокровен был и помните я после первого тура говорил после этой его ошибки что ему главное сейчас конечно просто успокоиться потому что ошибки с локомотивом ошибка в первом туре успокоиться и он успокоился и он вышел уверенным все что надо было делал как надо поэтому это вселяет уверенность в том что Лунёв встал на нужные рельсы на которых он стоял в прошлом сезоне и сразу по Васютин едет из Норвегии вот кстати есть в вопросе как раз у Димона Королёва почему продали именно Бабурина а будут брать Васютина ну это уже это решение тренеров они решают далее правый защитник Смольников получил травму вышел Дементьев да Дементьев нет не Дементьев как же фамилия это Терентьев извините вот видите все в голове столько фамилий Терентьев и он оставил очень хорошее лично у меня впечатление почему он мощный он не стесняясь идет в атаку был момент когда он там заработал штрафной у самой линии штрафной то есть это хорошая достойная замена на месте правого защитника два центральных Иванович трудновато ему было играть но все делал аккуратно а вот левый центральный Ракицкий он блистал в этой встрече я бы его выделил в этой четверке Дула Сантос в принципе он сам ничего не проиграл лично он там вот эти атаки были с его фланга но там должны помогать полузащитники и потом во втором тайме он даже ведь гол мог забить там подключился к атаке Жирков когда вышел и Жирков вышел сколько ему надо времени и он сделал голевой пас это он сделал голевой пас на Дзюба туда забросил на игранной комбинации Дзюба сбросил и Аздоев забил это был уже второй мяч и это было окончательное так сказать решение уже всех проблем и вопросов для Зенита в этой встрече счет стал 2-0 ну а первый мяч забил Сердар Азмун его порыв вот эта скорость бежит убежал от защитника защитник прыгает двумя ногами в ноги кстати когда прыгаешь двумя ногами не попадаешь в мяч это вообще красная карточка то есть повод был у арбитра два раза показать красный но я жду сейчас а вторая красный за то что это фул последний надежды он же не дал возможности поразить ворота ворота уже были пустые и один был перед ними Азмун но судья показал желтые и пенальти говорят это новая трактовка ждем что скажет наши компетентные организации я имею ввиду этого Александра Егорова который сделает назначение как он оценит это вот это действие как раз арбитра который ограничился одиннадцатиметровым штрафным ударом и желтой карточкой Зенит во втором тайме особенно когда вышел Дюба то мы увидели что способен на очень интересную я бы сказал импровизационную помноженную на мастерство его игру в атаке его стеночки с партнерами Сутармин даже в какой-то степени его давайте пожалеем потому что у него было два прекрасных момента но если у футболиста есть два голевых момента он же сам участвует в их создании он же разыграет он выскакивает в нужное место он будет забивать так что он тоже обнадеживает вот этот трансфер у Сутармина у многих возникает вопрос ну как из Оренбурга пришел парень и он заменил Регони в этом матче но он был близок к тому чтобы забивать у него русский паспорт в наших условиях региона об этом никогда не надо забывать ну и Борис на уровне а Сдоев забил здорово что забил но в центре еще не нашел себя как и Дреуси кто-то со мной спорил как Дреуси ну смотрите сколько у Дреуси недоработок но пока он еще не тот какой был вот весной в чемпионате страны в чемпионском сезоне для Зенита он еще не набрал форму поэтому конечно Зенит потихоньку набирает очки показывает зрелую игру и мне кажется все идет по плану следующий матч Зенит играет в Оренбурге и это очень важный матч потому что это опять на выезде и Зенит в своей форме вот он так и должен продолжать играть лично я удовлетворен и вообще чемпионатом и Зенитом так что на этом спасибо за внимание внимание говорит и показывает Санкт-Петербург спасибо 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 Продолжение следует...